Я думаю, что в процессе всех этих дел, я думаю, все равно все, справедливость будет на нашей стороне. Ну да, должно пройти просто какое-то время, чтобы восстановить все это. Ну да. Негативный фон, который, чтобы ушел. Вы были на каких Олимпиадах? Сколько деревень олимпийских вы видели? Ну, всего пять. Я в три как спортсмен, и вторая у меня как тренер. Вот какая по рейтингу вот эта деревня, обстановка? Ну, это самое последнее, можно сказать. Все-таки, ну, конечно, уровень, конечно, здесь слабенький. Если брать те Олимпиады, конечно, они были мощные, там, и территория огромная была. Ну, здесь все-таки, ну, это уровень страны, может быть, уровень организации. Все-таки, конечно, ну, вы видите, вот она вся Китайская деревня. Тут 10 домов, вот они стоят. Вот тут здесь мы живем, здесь вот китайцы. Ну, так оно все, вот канадцы, вон они. Ну, да. Вот здесь, как бы, ну, здесь некуда, в принципе, ходить. Все, мы обходили, так обошли все. Ну, да. Такое, как вот досуг-то бывает у вас здесь? То есть есть какие-то, не знаю? Есть, есть, да, и бильярды, и это, но мы никуда не ходим. Лично я мне тренировочный зал, спортивный зал и гостей. Можно нам идти на соревнования, наверное. У меня сегодня... Все, мы желаем вам удачи. Мы еще поговорим. И будем за вас болеть. Александр, а какие планы вообще? Можно сказать, ну, медаль? Медаль стоит 1-1-2. То есть золото, серебро и бронза. Поэтому посмотрим. Пока... Вот знаете, что... Вот, которая сейчас сборная идет, вот молодежь вот эта. И там 90%, ну и 90%, 70% армейцев. Которые и как люди порядочные, без всяких вот этих выезживаний. И ребята очень хорошие, очень мощные. Поэтому, если, я говорю, все будет нормально, мы их доведем до следующей Олимпиады. Вот там, вот там, вот там держитесь. А здесь Олимпиада, ну, я говорю, знаешь, без меня меня женили. Вот так скажем. Александр, в общем, не совсем вот я понял. То есть как просто вы... Не вы участвовали, отбирали спортсменов? Ну как, я тоже отбирал, но, например, вы, например, завоевали путевку. А у нас еще есть полгода, еще есть три турнира, где я могу поехать и, например, отказавшись от этой путевки, взять более молодого, более рвущегося, более как бы такого, у него желания есть больше. И пускай он даже чуть-чуть, техника тактическая слабее, но у него есть желание. Он поехал на другие соревнования и так бы завоевал путевку. И поехал бы он, но уже не вы. Решающее слово за вами было? А так, решающее слово было за президента федерации. Пока, пока... И у вас были какие-то разногласия, да? У нас были огромные разногласия. Огромные. Поэтому я думаю, что после Олимпиады будут сделаны выводы и предложения, и оттуда уже оттолкнемся. Спасибо вам большое. Понятно, что то, что я улыбаюсь, конечно, в душе говно кипит у меня, и я вижу, говорю, ну, пассажиры, просто участники Олимпиады. То, что он попал на Олимпиаду, он уже все, он уже не тренируется так, как надо. Его нельзя уже, его где-то уже, где-то его заведешь, он уже бежит, жалуется, что вот на него, на него кричат. Вот такие у нас сейчас. У нас даже женщины сильнее, чем мужчины уже. Ну, посмотрим. Сейчас еще снимок сделаю, чтобы все видео было.